Пчелы массово гибнут в городецком районе. Пчеловоды винят местное сельхозпредприятие, которое провело обработку своих полей. Пчелы из-за этой обработки не выжили. Пчеловоды свои убытки исчисляют сотнями тысяч, а некоторые и миллионам рублей. Смотрите, пчела вылетает из литка, она заражена, падает. Уже много мертвых пчел, которые ползают живые. Это уже все, жильцы. Дальше все такая же ситуация, все прочие остальные. Вот здесь масса была, собирал крылышком, сгребал ведро. Вот они, полживые, тропики. Пчелы, то, что прилетели домой даже, они вылетают из ульи, отравленные, падают и умирают. Прямо в улье тоже, около улья. Вот они живые, жалятся, но они все умирают. Любого улья, они так же вот ползают. Также гора пчел. Все это в улье тоже есть. Внутри вот так вот получается. Вот эти пчелы, вот они. Я положу сейчас все в пакете. Все равно все подохнут. То есть это все мертвые пчелы, да? Все мертвые пчелы. Эта семья была, как медовик должен был собирать мед. А здесь вот одни мертвые пчелы. И то, что осталось, мне практически ничего нет. Практически от семьи ничего не осталось. Вот это вот сейчас будет килограмма три пчелы здесь. Сейчас мы находимся на соседнем участке у знакомого пчеловода, который попросил посмотреть. Ведь не погибли ни у пчелы. Около этого улья даже еще больше. И все, они летают, вылетают из литка и падают. Прискали поля. Там рапс вначале, а прискали пшеницу. Обрабатывали грибициды. Агрономы, обрабатывая эти поля, прекрасно знали, что для пчел эта обработка вредна, и они могут погибнуть. Пчелы меня занимаются с 2008 года. Но что такое вчера я видел после обеда, я еще такого не встречал. 40 семей у меня на данный момент. Сколько погибло на ваш скромный пчел? Почему не уведомили? Это вопрос, ребята, к руководству Аксинь. Они сказали, что у них был разведен какой-то химикат, и срок действия его заканчивался. Потом пришлось опрыснуть. Уведомляли ли вы пчеловодов каким-либо способом о том, что поля будут обрабатываться? Разумеется, согласно действующему закону, мы публикуем все сообщения в средствах массовой информации. По закону так положено. Также после обработки в нас агрономы выставляют специальные информационные щиты. Они предупредляют в газетах, но конкретно ни числа, ничего, ни это самое, не говорят. Ветеринарный турбик зарегистрирован, телефоны их пчеловодов есть, которые зарегистрированы. По идее, они могут вечером приехать, позвонить заранее, что будем обрабатывать. Но я могу только их спасти, что загражу, или увезти, или заградить сеткой, чтобы они не летали. Но в жару они тоже плохо перенесут. Они говорят, что мы приняли все меры. Я этих мер не чувствовал, не видел. Просто обзвон можно было бы сделать. Разбег большой, как агроном сказал, 3 километра. Там обрабатывали, но и там пчелы погибли, и дальше пчелы погибли. Колхоз как-то извинился перед вами? Юрист позвонил и извинился от леса колхоза. Как бы обещали что-то, чего-то, что пока не было. Несколько будет установлено, что по нашему вине. То есть компенсации все будет, люди обращаются. Мы уже всех позвонили пчеловодам. Просто, чтобы на будущее такой ситуации не было, предупреждать надо вовремя. Вообще такого не было никогда. Просто, наверное, меняются руководители, приходят новые герономы. И все полагается на русской области. Кстати, пчеловод намерен добиваться компенсации не только за погибших пчел, но и за упущенную прибыль, не собранный в этом сезоне мед. В случае, если договориться не удастся, они намерены обращаться в суд. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok